Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Наезды на пешеходов участились на территории региона за 27 дней ноября 26 ДТП. Сбежал из исправительного учреждения, угрожая ножом охране. Правоохранители провели успешный план перехвата мужчины, осужденного за убийство. Декабрь на носу пришла пора смена шин. Чем грозит пробуксовка с переобуванием и как правильно подобрать покрышки. Причины суицидального поведения, почему некоторые люди решают свести счеты с жизнью, разбиралась Вероника Гомзюкова. Как помочь тем, кто оказался на грани совершения самоубийства и не видит выхода из ситуации. Поговорим об этом с экспертом. А также подборка происшествий, которые попали в объективы мобильных репортеров и камер наблюдения в рубрике «Я очевидец». Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Не пропустил внедорожник, идущий по главной. В Гомеле произошло ДТП с участием автомобиля медицинской помощи. Авария случилась на улице Подгорной. По предварительным данным, водитель УАЗа, выезжая из ворот проходной автобазы, скорой и медицинской помощи, не предоставил преимущества в движении внедорожнику. Оба автомобиля пришлось эвакуировать с помощью спецтехники. Люди не пострадали. 52-летний пешеход был госпитализирован в Речице из-за наезда грузовика. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, а МАЗ поворачивал направо. Столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика не уступил дорогу пешеходу. В результате тот попал в травматологию. Снова Речице. Днем позже на 42-летнего мужчину наехала женщина-водитель автомобиля «Опель». Она не заметила пешехода, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщили в ГАИ, наезд произошел на улице Набережной. Погибший, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. А в Гомеле на улице Малойчука водитель «Опель Вектора» наехал на 41-летнюю женщину на зебре. Причина та же. Водитель не уступил дорогу пешеходу. Женщина обратилась за медицинской помощью. В Светлогорске горел магазин спорттоваров. Торговая точка была построена из сэндвич-панелей в 2002 году. На момент возгорания в магазине находился продавец. Он покинул здание до прибытия подразделения МЧС. Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждена стена на площади 8 квадратных метров и имущества. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается. В областном центре на улице Белецкого горела кафе дым и языки пламени вырывались из летней террасы и подсобного помещения заведения. В здании на тот момент находились два посетителя и шесть человек персонала. Все покинули здание до приезда пожарных. Пострадавших нет. Но повреждено имущество кафе. Из-за воздействия высоких температур оплавились три окна здания освода и два окна Гомельского политехнического колледжа. Основная версия причины пожара – аварийный режим работы холодильной камеры. Осужденный за убийство сбежал из-под стражи, но был задержан через несколько часов после побега. Происшествие случилось 24 ноября в Ветковском районе. 41-летний мужчина, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории сельхозпредприятия, где он работал. В Гомеле и в соседних районах был введен план «Перехват». В итоге машина преступника была остановлена правоохранителями. У подозреваемого был найден нож. Сейчас сотрудникам органов внутренних дел предстоит выяснить, откуда у осужденного оказалось холодное оружие и как оно попало на территорию исправительного учреждения. Туда мужчина был переведен в 2019-м в связи со смягчением режима наказания. Не досидел всего два с половиной года. С наступлением холодов автовладельцы всегда думают о замене летних шин на зимние. Те, кто все еще не переобул свои машины, рискуют жизнью и подвергают опасности других участников дорожного движения. С 1 декабря к таким нарушителям уже будут применяться меры административного воздействия. В целях пропаганды использования зимних шин и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 25 ноября в республике стартовала профилактическая акция ГАИ «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин». А насколько ответственно водители региона подготовились к зиме, узнаем из следующего сюжета. В зимний период одними из распространенных видов ДТП становятся съезды в кювет и опрокидывание транспорта, лобовые столкновения. Занос автомобиля зачастую приводит неправильный выбор скорости движения, неосторожные действия водителя при вхождении в поворот и резкие маневры. Непоследнюю роль в предотвращении подобных ДТП играют шины. Особенности конструкции зимних шин позволяют на заснеженных и объединенных дорожных покрытиях повысить коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, что в свою очередь способствует улучшению управляемости и курсовой устойчивости автомобиля. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше 7 градусов тепла, а также наблюдаются осадки в виде снега. Какая зимняя? Зимняя это уже надо поменять, уже протектора нет. Ну, будем менять сейчас все. Там, посмотрите, новый. Жаднее не хватило грошей, так? Ну да, с консеренером. Уже только чехосмотры есть. Все есть. Шины, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, обозначаются маркировочными знаками в виде горной вершины с тремя пиками, либо латинскими буквами М и С, или надписью «Олсейшен», и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 миллиметров. Сегодня проходит на территории Гомельской области единый день безопасности дорожного движения. Также продолжает проходить республиканская профилактическая акция под общим названием «Зимний тюнинг для машин. Правильный протектор ШИМ». В рамках данных профилактических мероприятий сотрудники госавтоинспекции посещают трудовые коллективы, организации, где напоминают еще раз использовать с 1 декабря по 1 марта зимние шины как на личном автотранспорте, так и на служебном автотранспорте. Сотрудники ГАИ будут проводить в рамках данного мероприятия и уже проводят рейдовые мероприятия для автолюбителей. И также им раздаются и листовки, и также напоминается об ответственности и необходимости обязательного использования зимних шин. По словам автоинспекторов, ситуация кардинально поменялась в последние несколько лет. Водители стали более ответственными. Подавляющее большинство знают, что использование зимних шин и современный личный контроль технического состояния автомобиля в совокупности правильной оценкой дорожных условий и умелом вождении позволяют уверенно чувствовать себя на зимней дороге. Количество машин увеличилось, подъезжают разные машины, и легковые, и кроссоверы, и все. Перебываем, все делаем. За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовых величин. Но, как выяснилось, это далеко не основная причина замены резины автолюбителями. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах использование летней резины небезопасно. В этом на собственном примере несколько лет назад убедился и этот автолюбитель. Девчатки шли, дорога снегом покрыта, и они идут, летнюю половину дороги занимают. Я думаю, как сигналы, так они пополохаются, что попадают. Так я начал их объезжать. Ну, объезжавши, это самая, слизкая дорога ниже Ипаш. Ну, а я только заехал и не перевернулся, ничего, не перекурился, просто съехал туда. И потом мне помогли, зашопили, трактор ехал и зашопил, и вверх подсеркнул. Кроме замены шин, стоит также полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона. В обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель. Также автоинспекторы рекомендуют проверить и держать полностью заряженным аккумулятор. Все это необходимо сделать заблаговременно, до наступления сильных морозов. Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит исследования касательно количества суицидов. Только за первый квартал 2020 года в Беларуси произошло около 400 самоубийств. Как не допустить трагедии и какие у нее предпосылки, подробнее в репортаже Вероники Гамзюковой. В 2019 году на территории Гомельской области от внешних причин умерло более тысячи человек. Каждое шестое из них в результате совершения самоубийства. Специалисты отмечают, что причины суицида во многом зависят от возраста. Подростки, как правило, решаются на такой исход из-за проблем в семье, буллинга и безответной любви. Девочка-сирота, которая сама родом из небольшой деревни, училась, не буду называть, в одном из училищ Гомельской области. И вроде бы как бы все было хорошо. Она выкладывала в соцсети фотографии с молодым человеком, писала про то, что она счастлива, про то, что любовь меняет жизнь, любовь окрыляет, и так далее, и тому подобное. И даже в тот же день, когда она покончила с собой, с утра она выложила фотографию про то, что жизнь прекрасна. А потом, видать, был звонок от молодого человека, который сказал ей, что они расстаются. Она выложила фотографию себя в туалете, написала, жизнь закончилась, любви нет, меня бросили, жизнь закончилась. И шагнула под поезд. В зрелом возрасте желание совершить суицид часто появляется из-за несоответствия своим ожиданиям от жизни. Например, когда человек без работы или когда он не может что-то делать. Мужчина после перенесенного инсульта потерял свою мужскую силу. И это тоже послужило для него поводом для совершения суицида. Поэтому несоответствие ожиданиям, несоответствие собственным требованиям – это тоже причина суицида. 2020 год, он очень таким тяжелым годом оказался для людей. И количество депрессий, количество тревожных состояний у людей очень сильно возрастает. На фоне и пандемии в первую очередь, потому что, конечно, очень много людей после болезни, либо опасаясь болезни, находятся в очень тревожном состоянии. Специалисты разделяют суициды на три вида – демонстративные, внезапные и запланированные. До самоубийства человек подает сигналы, что ему нужна помощь. Случается, когда окружающие о желании покончить с собой узнают заранее, но меры по предотвращению трагедии не принимаются. На протяжении 2018-2019 годов, после смерти сына, жительница районного центра 1934 года рождения, проживала одна. Неоднократно высказывала жителям деревни намерение покончить жизнь самоубийством, в связи с тем, что осталась одна. В указанный период времени неоднократно находилась на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения. Обслуживалась социальным работником территориального центра социального обслуживания населения. Однако суицидальный риск со стороны последней установлен не был. Соответственно, надлежащая квалифицированная помощь в преодолении депрессивного подавленного состояния своевременно оказана не была, что и привело к совершению женщины в сентябре 2019 года суицида. Психотерапевты называют несколько методов, как предотвратить суицид. Во-первых, это разговор с близкими людьми. Когда человек озвучивает проблемы, часто приходят решения. К тому же человек получает моральную поддержку от близких и понимает, что не все потеряно и выход есть. Важно, чтобы тревога и депрессия не развивалась. На Западе люди регулярно посещают для этих целей психотерапевтов. У нас же эта практика пока не распространена. Вообще во всем цивилизованном мире иметь своего психолога либо своего психотерапевта – это даже престижно. То есть там к человеку, у которого нет своего психолога либо психотерапевта, относятся как к не совсем адекватному, скажем так, не совсем нормальному, странному человеку. У нас, к сожалению, это все еще только начинает развиваться и очень сильно зависит от места жительства. То есть в Минске это уже тоже становится популярным. В Минске очень много и психологов, и психотерапевтов, которые работают как в государственных учреждениях, так и в частных центрах и вообще частным образом. И в Минске действительно уже все больше и больше людей обращаются. В областных центрах потихонечку тенденция все же есть к тому, чтобы люди больше обращались. Я даже вам приведу такую вот мини-статистику. 10 лет назад во всех учреждениях здравоохранения Гомельской области работало порядка 30 психологов. На данный момент их 200. Сегодня на территории Гомельской области работают две горячие линии. Номера телефонов вы видите на экране. По ним всегда можно позвонить с просьбой об оказании психологической помощи. Вероника Камзюкова, Сергей Лукашук, Сергей Комков. Специально для программы «Дефакто». По данным статистики люди решаются на суицид не спонтанно. Обычный человек вынашивает эту идею, меняется его поведение, могут происходить резкие перемены настроения или наступает полное безразличие к жизни. И в этот момент уже вовсю пора бить тревогу. О том, как уберечь взрослых и подростков от необдуманных поступков и подсказать способ решения проблем. Прямо сейчас в этой студии поговорим с врачом-психотерапевтом Артемом Григорьевым. Артем Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажите, пожалуйста, о количестве суицидов на территории Гомельской области в этом году за последнее время. Каковы тенденции и о чем нам говорят цифры? Ну, количество суицидов мы можем знать в основном из эпидемиологических исследований. Этот процесс очень сложный. Вообще, в плане суицидов мы можем оценивать сравнение. Если брать весь мир, данные, которые мы получаем, они могут быть очень разные, отличаться. То есть, в общем случае, если весь мир брать, количество суицидов, например, за последние десятилетия они, в общем, увеличились. То есть, как среди взрослого населения, так и среди несовершеннолетних. Например, в мире смерть от самоубийства среди несовершеннолетних занимает, ну, считается, третье место в статистике. Также и в Республике Беларусь мы получаем определенные данные, мы боремся. Да, в общей сложности за последние годы в Гомельской области есть положительная динамика. То есть, ну, наши меры профилактики, они, наверное, действуют. О чем нам говорят цифры начала 2020-го? На данный момент вообще сложно оценивать по количеству, делать прогнозы дальнейшие на 2021 год. С учетом того, что в этом году мы оказались в сложной вообще ситуации для страны, для мира, мы столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, которая значительно повлияла, в принципе, на психику, как взрослых, так и несовершеннолетних. И добавила нам определенные работы в плане суицида. То есть, изоляция, нарушение взаимодействия, ограничение контактов. Это повлияло. Каковы еще причины суицида дальних поступков людей? Какова классификация? Ну, если взять классификацию, в общем, конечно, есть несколько факторов. Один из которых достаточно важный – это медицинский. То есть, наличие определенных заболеваний. В частности, психических расстройств, которые многие себя могут недооценивать. Например, один из самых частых – это депрессия. Суицид здесь является одним из исходов болезни. Ну и вообще, если рассматривать, суицид – это следствие. Это следствие какого-то жизненного кризиса. Следствие наличия психического расстройства. Следствие определенным образом сложившихся социальных факторов. Например, какие-то расставания с значимым близким, смерть значимого близкого, утрата работы, резкое снижение социального статуса, либо финансового. И все вот эти события в комплексе создают вот эту вот платформу для суицидальных действий. Артем Игоревич, а среди несовершеннолетних какие причины доминируют в области суицидального поведения? Чаще всего отношения. Отношения с друзьями, со сверстниками, со старшими. То есть, это эмоциональные факторы, какие-то характеризующиеся именно отношениями между людьми, по большому счету. То есть, эмоции, вызываемые коммуникацией. Коммуникации. Является ли интернет сегодня площадкой, где молодой человек может получить какие-то негативные установки и совершить такой поступок? Ну, молодой человек везде может получить негативные установки. Тяжело представить на данный момент нашу жизнь без интернета. Там, несмотря на достаточно большой пласт негативной информации, есть достаточно большой пласт положительной информации. Когда несовершеннолетний, ощущая, что с ним происходит что-то не так в эмоциональном плане, он может, например, поискать свои симптомы в интернете. Зачастую, в последнее время приходят пациенты, например, говорят, здравствуйте, доктор. Вот я почитал, мне кажется, у меня депрессия, либо у меня биполярное расстройство. Я прошел там тесты, опросники, и все подходит. То есть, они видят, что есть проблема, ее можно как-то назвать, и с ней можно обратиться. Но есть, естественно, и негативные моменты, когда люди пытаются искать помощь, и находятся на их пути не очень такие порядочные лица, которые рекомендуют делать то, что не стоит делать, так скажем. На какие первичные признаки суицидального поведения стоит обязательно обратить внимание, и кто может оказать помощь? В любом случае, есть определенный промежуток времени, предшествующий суицидальным действиям. То есть, своего рода плато такое. В первую очередь, должно настораживать, если обычное поведение человека, то есть, которое доминирует в его жизни, резко меняется. То есть, всегда был веселый, общительный, доброжелательный, и вдруг стал раздражительный, злой, нелюдимый, закрылся, никуда не ходит. Либо, наоборот, был тихий, спокойный, угрюмый, и здесь он проявляет, начинает неожиданную активность какую-то, что-то рассказывает про себя лично. То есть, это знак, что с человеком происходит что-то не то. Какие-то проблемы, в основном, эмоциональные. Да, потому что человек не может так меняться за один день. Здесь очень важно именно налаживать коммуникацию, как раз-таки узнавать, что происходит. Это очень хорошо видно у подростков. Кто должен первым обратить внимание на такое поведение близких? Все, кто видит на самом деле. Это могут быть родители, но есть такой парадокс, родители зачастую не замечают, потому что они ребенка, допустим, если мы берем ребенка конкретно, видят его каждый день. Возгляд за мы. Да, то есть, вот эти изменения, даже если они постепенные, они не замечаются, и замечаются позже. Зачастую это видят учителя, например, в школе. Зачастую это видят коллеги по работе. Вот эти люди, которые могут обратить внимание свое, могут подойти с человеком, поговорить, порекомендовать помощь какую-то специализированную, либо свою поддержку. Часто молодые люди просто не обращаются за помощью, потому что считают, что их поставят на учет, и это как-то повлияет на будущее. Но так ли это на самом деле? И какую виду психологической помощи можно получить сегодня? Ну, во-первых, скажу, что в данный момент за психологической, психотерапевтической, психиатрической помощью обращается все больше и больше несовершеннолетних. То есть уровень обращения, он растет ежемесячно. Это за какой период? За этот год, за несколько лет? За последние пять лет. За последние пять лет? Да. И это не значит, что стали больше болеть психическими расстройствами. Нет. Им примерно плюс-минус остается те же. Растет уровень доверия к нашей сфере, вообще к службе оказания психиатрической помощи. Растет информированность населения. Люди узнали, что возможно оказание анонимной помощи. То есть при обращении не заносятся в амбулаторную карту официальные данные. То есть есть определенные, так скажем, психические расстройства, которые позволяют нам это делать. Как ее получить, эту помощь? Анонимная? Обратиться. Обратиться за помощью в психиатрический диспансер, обратиться за помощью к врачу-психотерапевту в поликлинике по месту жительства. То есть сейчас это абсолютно достойно. Обратиться в ЦРБ к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. После этого назначается прием у врача либо достаточно телефонных переговоров? Тут зависимость от психического состояния. Зачастую необходимо видеться часто. Зачастую необходимо медикаментозное лечение. А иногда хватает одной консультации. В принципе, для того, чтобы разрешить какие-то проблемы свои. Есть телефон доверия. Это тоже очень удобный способ. Возможность получения психологической помощи, поддержки. Он абсолютно анонимно работает. 24 часа в сутки человек может в любой момент позвонить. То есть телефона набрать в любом месте. Артем Игоревич, а из-за каких причин люди не обращаются за психологической и психотерапевтической помощью? То, что вы назвали, это в основном страх постановки на учет. То есть люди не понимают, что такое учет. Они до сих пор многие думают, что при обращении за помощью все, ты во всех базах, все знают, что ты обращался. С учебой, с работой и вообще с жизнью полностью. Да, и жизнь закончилась. Но, слава богу, это не так. Дестегматизация психических расстройств и психиатрии, в общем, она позволяет обратиться абсолютно безболезненно. То есть при даже большинстве невротических расстройств не противопоказано управление автотранспортом. Доступно большое количество работ. Естественно, какие-то ограничения в каких-то ситуациях, они есть. Но я думаю, если здраво подумать, мало кому-то, ну, придет в голову в тяжелом состоянии психическом, садиться за руль. Пациенты иногда сами приходят и говорят, вот, нет, пока я стабильный не буду, никакого вождения. То есть люди, слава богу, подходят к этому вопросу адекватно. Они понимают последствия возможные. Из вашей практики, что обычно говорят люди, которые уже пережили попытку суицида, либо им вовремя помогли не совершить это? Что они говорят? Чаще всего говорят, жаль, что не обратился раньше. На самом деле, люди, которые совершили суицидальную попытку и остались живы, они после курса лечения появляется критика к своему состоянию. И многие жалеют, что они не обратились изначально, когда их симптомы той же депрессии только начали проявляться, когда конфликт в семье зарождался, и можно было обратиться к семейному психологу. Но они этого не сделали и затянули. Когда человек подвергся, например, один из частых таких триггеров, уголовному преследованию. То есть у него есть угроза попасть в тюрьму. Это тоже очень важный фактор, который зачастую у подростков вызывает суицидальные действия. Но он не обратился за помощью. Вот это вызывает сожаление. Ну что ж, много полезной информации прозвучало. Артем Игоревич, я благодарю вас, что пришли и рассказали нам о нюансах профилактики суицидального поведения. Пожалуйста. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, которые попали в объективы камеры наружного наблюдения и авторегистраторов со всего мира. Занесло так занесло. На этих кадрах цементовоз вошел в неуправляемый занос и чуть было не раздавил легковушку. Водитель автомобиля вовремя среагировал и принял правее. ДТП произошло в Китае. У бетономешалки отказали тормоза. Но в происшествии никто не пострадал. Снова поднебесная. Рабочие насыпали дорогу через водный канал. В процессе выгрузки песка грунт под самосвалом обрушился, и машина стала медленно погружаться в воду. Водитель и пассажир успели выбраться из кабины. Примечательно то, как быстро среагировал экскаваторщик, находившийся в кабине своей машины неподалеку от самосвала. Мужчина максимально оперативно отогнал технику подальше от опасной зоны. А это бравые и лихие парни из Индонезии, которые прокатились в кузове грузовика. Правила перевозки пассажиров многие там не соблюдают. А зря. Водителя занесло, машину откинуло на обочину и в обрыв. Люди успели спрыгнуть с машины. Непромах оказался и пассажир, который находился в кабине. Он выскочил в последний момент. А вот водителю крайне не повезло. Он остался в грузовике, который кубарем покатился вниз. Эпический провал поджидал израильского танкиста. После успешных учений осталось только загнать танк на трал. Но это оказалось самым сложным заданием. В момент заезда многотонная машина стала неуправляемой и понеслась на инструктора, который регулировал действия танкиста. В общем, танк протаранил тягач, свалился с трала и перевернулся. Инструктор чудом успел отскочить в сторону. Сообщается, что обошлось без пострадавших. Видео из Берлина. Водитель Мерседеса взял на абордаж местный бургерный ресторан. Немец целенаправленно стал таранить витрину заведения. Причем сделал это несколько раз. Только на запись очевидца попало семь таких отчаянных попыток. Хочется спросить, парень, кому из ресторана ты мстишь? Но ответ нашелся у полиции. Оказалось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. А вот что может быть, если случайно нажать педаль газа вместо тормоза? Безобидная выгрузка товара обернулась серьезным ЧП. В этот магазин задним ходом въехал минивэн, который сбил с ног работника торгового зала, раскрошил стеклянную дверь и до смерти напугал посетительницу, которая, убегая от машины, наткнулась и уронила тумбу для макулатуры. Без серьезных травм для всех участников инцидента. В Качканаре карьерный самосвал «Белас» свалился с обрыва и загорелся. Сообщается, что водитель успел выпрыгнуть из кабины и не пострадал. Машина слишком близко подъехала к краю обрыва. Грунт под колесами стал проседать, и самосвал покатился вниз. Машину не восстановить, зато обошлось без жертв. Нервы сдали не на шутку. Этот дальнобойщик слишком долго терпел на узкой дороге тихоходный трактор. И посмотрите, каким получился обгон. Фура зацепила сельхозтехнику, и так кубарем скатилась в кювет. Водителю понадобилась госпитализация. Никогда не повторяйте то, что совершил водитель этого мотоцикла. Мужчина проехал по насыпному мосту через бурлящий горный поток. Веса мотоцикла с двумя людьми аварийная переправа не выдержала и рухнула вместе с ними в воду. Сообщается, что одного из пострадавших не нашли до сих пор. Кадры из Лондона. Все-таки спортивные автомобили не для простых автолюбителей. Посмотрите, как припарковался англичанин перед своим домом. Слегка поддал газку. В итоге помял багажник и крыло семейному кроссоверу и свалился прямо на крышу хатчбека, который был припаркован на дороге. Но самое неприятное, что пострадал дорогой автомобиль. Автолюбитель нещадно обошелся со своим новеньким Porsche Taycan. И напоследок новости из мира животных. Граница Беларуси и Литвы. Лось, нелегал, попал в объектив камеры пограничной службы. Животному нужно было на другую сторону леса. В общем, недолго думая, лось сиганул через сеточное металлическое ограждение. Задержали ли при этом его пограничники, не сообщается. Это все новости о сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин